вот она та игра которую ждали ждали и наконец-то мы дождались вы дождались но я дождался в принципе у меня было давно это желание пройти замечательную еще одну игру из вселенной толкина конечно же все ставим на максимум советы нам не нужны сложность компании высокая сложность бит тоже высокая максимально так вот только вот у нас было такое дело насчет неограниченного времени битвы мы ставили его раньше но теперь я прихожу к выводу что наверное стоит его ограничивать чтобы нам было немного сложнее почему потому что характер компании хардкорных играх налагает свой отпечаток если мы играли в ванилу это было одно то есть там можно было читерить по этому поводу а так как моды это уже чуть-чуть совсем другое наверное я не буду ограничивать время вернее буду наоборот ограничивать время пускай она лимит наложит определенные на наши действия так за кого играть играть мы будем не за добро это однозначно сразу конечно я рад за все эти роханы дейлы и что там еще есть гномы кто у нас есть еще ариадор эльфы различные рад за их юниты рад за их преимущество рад за их недостатки но мы будем играть за зло сейчас давайте выберем какое зло кстати сразу же признаю что планировал изначально играть за изенгард но пимли начал играть за изенгард поэтому дабы не повторяться смысла я думаю нет если кто-то смотрит и то и другое конечно же было бы интересно увидеть совсем другое направление развития соответственно выбираем все кроме изенгарда само собой я выбираю мордор за рун харад играть мне неинтересно и за орков за остальных также будут черным властелином мордора а вернее королем чародеем саурен изначально был слугой моргата моргат вы помните мы говорили когда проходили битва за средиземье игру в принципе о мире толкина многое говорили после поражения своего господина в конце первой эпохи он затаился сумрачных землях средиземья и появился вновь лишь 500 лет спустя как аннатар блин я такое имени не помню из вселенной толкина представляясь послом валар а понятно это касается того момента когда он обольстил эльфов региона и под его началом они создали кольцу кольца вернее обладающие небывалой силой но в тайне от эльфов саурон выковал кольцо которое должно было починить все остальные однако эльфы быстро разгадали его замысел и спрятали все кольца разъяренный сауроном брушил на них армии созданной в черных землях мордора так началась война между сауроном и эльфами потери были ужасными земли к западу антон андуина были полностью опустошены но народ гилгалада не был покорен и с помощью нуменорцев силы саурона были разбиты и бежали в мордор то есть в то время нуменорцы присоединились к эльфам несмотря на то что потом произошло совсем другое с этого момента саурон стал черным властелином мордора брат дур был достроен и стал цитаделью из которой черный властелин командовал своими армиями орков и троллей он починил людей юга и востока и стал для них королем богом он был на вершине своего могущества когда арфаразон золотой последний и сильнейший из королей нуменора послал огромную армию и пленил саурона саурон мечтал изменить свое положение и да и добился невозможного искусно искусив правителей нуменора он навлек на него гнев валары цветущий остров погрузился путь пучину моря тоже обсуждали этот момент когда саурон обманул нуменорцев пообещав им я не знаю что но они восстали буквально против валары соответственно произошло совсем такое то что не было для них выгодно их остров сразу же аллюзии на атлантиду возникают затонул и от нуменорцев фактически ничего не осталось лишь колонии ну например гондор тоже являлся колонией нуменора однако саурон пришел в ярость когда узнал что не все нуменорцы погибли он приказал найти уничтожить наследие нуменора и истребить выживших но на этот раз его план не сработало его армии были обращены бегство объединенным войском эльфов и людей барад дур оказался в осаде доблесть людей и острота их мечей послужили причиной падения саурона он снова скрылся в тени немного неудобно читать снова же из-за фона фон конечно отличный но тем не менее для текста можно было бы хотя бы такие полупрозрачные вещи сделать конечно же это придирки всего лишь моду сам мод вы видите полностью поменял все фактически иконки ну все нюансы такие все мелочи очень красиво выглядят и последний абзац но времена меняются гондор иссох как и древо за которой он сражается арнор лежит в руинах погубленный верным слугой властелина эльфы ныне лишь тень своей былой славы гномы засели своих горах им нет дела до остального мира пришел час для последнего похода в средиземье пришел час когда саурон накроет средиземье своей тенью перед мощью черного властелина мордора не устоять никому зачем я читал это введение очевидно что она поможет нам сориентироваться в той ситуации которая создалась вы помните что у саурона были неоднократные конфликты со всеми добрыми людьми и другими расами средиземья и здесь эти конфликты вливаются в логичный такой себе исход он касается того что последняя попытка саурона завладеть средиземьем и теперь находясь на его стороне наша задача как раз реализовать все планы черного властелина разрушить наконец-то все твердыни добрых людей средиземья и обратить средиземье в ту идею которую проповедовал всегда саурон это конечно же восстание против надменных ханжеских принципов и наконец-то освобождение других народов придание им необходимо от этого вот статуса само собой эту идею мы будем смотреть рассматривать изучать и интересоваться на протяжении прохождения игры что ж недостатки очевидно здесь недостаток кавалерий а у лоха это как раз достаток это как раз та штука которая поможет нам завоевать средиземья давайте смотрим заставку и переходим непосредственно к игре а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Во-первых, используйте пакости, чтобы как можно больше навредить врагу. Что подразумевается под пакостями, я, конечно же, пока не понимаю. Во-вторых, не разрывайте союзов с теми, кто присягнул вам в верность. А если вы все же решитесь воевать сначала, отмените все сделки со своими оппонентами и лишь на следующий год нападайте. Ну, очевидно, такая политика себе честного дипломатического отношения к другим фракциям. Хотя мы не обязаны ее придерживаться, само собой. В-третьих, автоуправление лишь для праздных правителей, следующих голос учерней. Старайтесь сами управлять своими землями, используйте все свои навыки в борьбе со светом. И возглавляйте все свои битвы. Без вашего присутствия орки все равно имеют преимущество. И поэтому ваше отсутствие на поле боя не будет считаться истинным показателем вашей верности. Сомнительно, конечно, что орки имеют на поле боя преимущество. Из тех прохождений, там в частности Пимли, которые я смотрел, понятно, что на высоком уровне сложности они, ребята, юрки. Но, тем не менее, все же силы добра всегда имеют лучшие показатели и вообще во всех отношениях они лучше. Наконец, использование палантира для слежения за войсками поселения врагов станет прямым вызовом могущества Черного Властелина, чьи око, и только оно может прозревать туман войны. Помните, обе кампании проходятся на максимальном уровне сложности, вам не должно быть легко, если вы делаете все правильно. Вперед, покорите Средиземье во имя Черного Властелина Мордора. С удовольствием это сделаем. Что хочется отметить? Само собой, мы не будем за Властелина Саурона воевать. Проблема в чем? В том, что он является как Папа Римский в Medieval 2 Total War, то есть нейтральный. Даже если вы воюете за папство, вы не можете объявлять крестовые походы, вы не можете самостоятельно управлять всем процессом. Само собой, здесь тоже это наложило отпечаток на игру, поэтому есть определенные ограничения. Мы вроде бы и за Мортор, но не за Сауроном. Мы играем за Назгулов, у нас командиры Назгулы. И наши проблемы, конечно же, состоят в том, чтобы выстроить отношения со всеми другими злыми, добрыми расами. И с самим Сауроном непосредственно так же. Я немного почитал о процессе игры, чтобы предварительно знать, какие этапы нам придется пройти. Что же, теперь предстоит определиться, как развиваться дальше. У нас 14 тысяч в запасе. И море-море провинции. Может быть не такое уж и море, но немалое количество провинций со старта, которые нужно реализовать правильно. Для этого первое. Нужно обратить внимание на постройки. Самое лучшее, что мы можем сделать, это, конечно же, создать нечто для увеличения собственных доходов. У Мордора наверняка с этим будут большие проблемы. Ввиду снова же глобальности Империи. Это несколько напоминает наше прохождение нашествия варваров, где был сложный экономический кризис первоначально. И из него было не так-то легко выйти. То же самое стоит наверняка готовиться и здесь. Плюс есть необходимость в том, чтобы содержать громадное количество войска. Почему? Потому что, несмотря на то, что некоторые считают, что за Мордор играть легко, на самом деле нет. Все зависит также и от сложности. И еще один нюанс. У нас одна провинция оторвана от основных земель. Располагается очень далеко. Долгулдур. Кстати, давайте узнаем, что это и почему оно принадлежит Мордору. Чародейский холм на Синдорине. Крепость Саурона. Расположенная на холме в Лихолесте. Холм, в котором стояла крепость, представлял собой самую высокую точку в юго-западной части леса. Оно был скалистым и бесплодным. Перед тем, как эти земли захватил Саурон, место носило название Анонланг. Синдоринская голый холм. И на нем стояла столица короля лесных альфов Орофера. Да, наверное. Не Орофера, а Орофера. Холм возвышался к востоку от верховьев реки Андуин напротив флоризмы в большом лесу, который вскоре после занятия Долгулдура Сауроном стал именоваться Лихолесьем. Вот значит, что он делал. Лихолесье это не просто так. Помните, там где в второй вроде бы части властелина колец экранизации. Такой плохой лес. Саурон обосновался в Долгулдуре около 1100 года Третьей Эпохи. После того, как владыка Тьмы был побежден в войне Последнего Союза, он отступил к Амонланг и воздвиг там крепость, где и находился длительное время, восстанавливая силы. Появление некой могущественной темной силы в лесу не осталось незамеченным эльфами. Они стали говорить о некроманте, поселившемся на юге. Вначале не было доподлинно известно, что Саурон уже обрел физическую форму. Считалось, что Долгулдуром правит один из Назгулов. Первые подозрения возникли у Гэндорфа Серова, который в 2063 году Третьей Эпохи посетил Долгулдур. Саурон предвидел его приход и удалился на восток, чтобы сохранить свое присутствие в Тане. Так начался бдительный мир, который продолжался до 2460 года, когда Саурон вернулся в крепость. А именно, конечно же, все эти события описывают то, что предшествует экранизации основной книги «Властелина колец». В 1941 году Совет Мудрых наконец принял решение о нападении на Долгулдур. Саурон, однако, не принял открытого боя и отступил в Мордор. Десять лет спустя, когда Саурон открыто возвестил о своем воцарении в Мордоре, он послал своих Назгулов в Долгулдур, чтобы те вновь оккупировали крепость. Хамул, один из троих и самый могущественный управлял, занятый вновь твердыней в отсутствии Саурона. Единственный вопрос. Да, это не та твердыня, где ночевало Братство Кольца. А может быть и та твердыня? Получается, что ее разрушили Долгулдур? Не помню. К сожалению, я не помню по экранизации, что именно это было. Какая есть твердыня? Наверное, да, все-таки. Вы видите, что когда один из тех раз, когда Саурона повергли во тьму, он убежал фактически из Мордора. Ух ты, специальные отряды троллей здесь на Долгулдуре можно нанимать. Но для этого нужно построить много постройщик специализированных. Таким образом, наша территория прервалась на такую большую длину. И здесь, несмотря на то, что у нас есть Ахорахиль, Слепой Колдун. Один из Назгулов, у которого есть Кольцо, у которого есть Меч Кханула. Эти все, кстати, моменты, бонусы определенные. Их можно передавать другим полководцам. Но, пожалуй, пока что наша задача сохранить, несомненно, всех Назгулов. Насколько я помню, они конный юнит, который способен вполне себе нанести большой ущерб врагу. Так как у Мордора, как мы читали, недостаток кавалерии. Дело в том, что я проходил этот мод, но только проходил его на базе Рима Первого. Само собой, изменения, наверное, как колоссальные. По многим параметрам он очень хорошо проработан. И вообще, Третья Эпоха, Средиземья, этот мод считается одним... Да, пожалуй, самым лучшим вообще модом на серию Total War. Давайте в этом убедимся. В принципе, нам есть чем сравнивать. Мы проходили SS6C4. Весьма солидный, интересный мод. Тоже с интересными поворотами, с активными противниками. С постоянными действиями, с неугасающей, знаете, такой активностью со стороны врага. В чем проблемы всегда ванилы были? Именно в том, что пассивный интеллект, он ничего не делает, ничего не хочет. На определенном моменте он останавливается. Он может подавить, потом перестать. И за время этих передышек вы вполне себе способны сделать все, что вам вздумается. В модах же совсем не так, особенно в кардкорной, что меня, кстати, больше всего интересует. Давайте мобилизируем войска. Нас интересует Эсгилиад. Вернее, вторая его половина. Вообще, Гондор, как таковой сам по себе. Я не собираюсь сидеть сложа руки. Я собираюсь сейчас нанести удар по Гондору. Но в первую очередь нужно накопить необходимый стэк для этого решающего наступления. Хотя не забывать о том, что нужно экономические постройки воздвигать. Ибо любая военная компания нуждается в деньгах и нуждается в обеспечении. Что ж, еще один важный нюанс. Это нам нужно наладить отношения со всеми силами Средиземья. Изначально, насколько я понимаю, у нас отношения хорошие будут, несомненно, с злыми силами. Здесь есть подобие крестовых походов или, как они называются, вторжения. То есть назначается черным властелином город, на который идут войска. И все вместе силы зла собираются ради единой цели. То же самое, по-моему, есть и у сил добра. Хотя я точно в этом не уверен. Однако, это само собой все проверится. Вопрос лишь в том, как нам заполучить необходимые войска. Мордор, область на юго-востоке Средиземья, к востоку Андуина. Это обиталище и владение Саурона. Мордор был защищен с трех сторон горными цепями, составляющими своеобразный прямоугольник. Сумрачные горы Эфель-Дуат встречаются с изгарным хребтом Редли-Туи у Черных Врат Маранона, образуя долину Удун. Таким образом, благодаря этим хребтам, Мордор с трех сторон защищен от внешних атак. Это важный момент в планировании того, как нам от противников обороняться. Перед Черными Вратами простирается Дагорлат, или Поле Брани. Сама же цитадель Саура на Борадду располагается в северной части Мордора, на юго-западе от него. Выжженное плато Горгород, а примерно в Лиге Роковая гора. Ародруин. На востоке же равнина Литлад. От этих названий немного так сложновато читать дальше, но тем не менее я приспосаблюсь. Маранон. Единственный вход в Мордор для больших армий. Есть еще узкий проход через Эфель-Дуат, но его охраняет крепость Миносморгул. Еще более трудный путь через перевал Киритунгал стережет паукообразный чудовищный Шелоп и одноименная башня. В западных районах Мордора земля абсолютно бесплодна, производя лишь редкие колючие кустарники. Южная часть Нурн чуть более благоприятна для земледелия благодаря расположенному здесь внутреннему морю Нурнен, а также тому, что вулканический пепел Роковой горы, осев на здешней земле, обогатил почву. Неожиданный такой эффект от вулкана. К сожалению, само море горько-соленое, и нехватка пресной воды создает серьезные затруднения. Хотя для орков, я думаю, терпимо. Переживут, ребятки. Главное, отвечать интересам своего властелина. К западу от Мордора лежит Итиллиан с расположенным в нем гондорским городом Азгелиатом, стоящим на реке Андуин. Еще южнее и восточнее лежат земли Руна и Ханда. К сожалению, я с творчеством Толкиена познакомился, но, понятное дело, я не могу полностью знать идеально, как произносятся те или иные локации, как произносятся названия. Соответственно, если где-то в ударении я ошибаюсь, мне кажется, ничего страшного не произойдет. Мир все-таки фэнтезийный, выдуманный, несмотря на то, что он является самым лучшим продуманным фэнтезийным миром. Все же, все же, все же, идеальное знание всех локаций как бы не состоит в списке человека, который хочет знать все об окружающем виде. Хотя, может, есть какие-то специалисты, которые все это идеально знают. На самом деле, ведь творчество Толкиена исследуется даже с научной точки зрения. Оно действительно чрезвычайно богатое и фактически представляет собой не то, что даже целую эпоху, а целую культуру в истории человечества. Может быть, даже отдельное государство в государстве, если на то пошло, так как толкинисты обладают своим особым складом ума. О чем мы, конечно, и поговорим, хотя основные моменты мы затронули в прохождении битвы за Средиземье. Соответственно, здесь не будет того повторения, то есть всех тех моментов. Не будем говорить мы про то, что говорили в прошлый раз. Если есть желание, можно обратиться к тому моему прохождению и посмотреть. Наша же основная задача, интересно пройти игру, это, во-первых, и, безусловно, выиграть. Высокий уровень сложности все же в этой игре подразумевает определенные трудности. Это вам напомню не ванило. Однако, я вот так не могу и понять, в каком направлении нам углубиться. Насколько я помню, по опыту, снова же этот опыт никак не связан с этой игрой наверняка. Все-таки над искусственным интеллектом здесь серьезно поработали. Как раз все наработки, которые мы видели в прохождении за Венецию, ну, Стейнл Стилл 6.4, они взяты из этого мода. И на базе этого мода многие вещи применены в других. Та же самая передача вот этих вот способностей различных, ну и многое-многое другое. Я перечислять это, к сожалению, не имею возможности, так как еще не настолько супер-пупер разбираюсь во всех модах. Но, мне кажется, мы со временем справим эту ситуацию. Моды, как бы там ни было, какое бы ни было будущее у Рима 2-го, как бы, может быть, не было бы на него много модов. Надеюсь, что будет, кстати. Надеюсь, и этот мод перенесут на его базу. Но это будет со временем. Ясно, что на это уйдут годы и годы. Возможно, 2, 3, 4 года. Если вообще это будет возможно сделать, знаете, как бы это сказать, правильным образом. Чтобы не казалось, что через одно место это все создано. Но поживем, увидим. Сейчас же мы посвящены этой игре и этой эпохе. Так, пожалуй, я потратил все последние свои запасы на первом ходу денег. Не знаю. В любом случае, нам нужно, чтобы росло население. Видите, местность в Средиземье весьма рассеянная. Несмотря на то, что в Мордоре города находятся друг возле друга. Население нужно растить. Населения, наверняка, может быть, будет не хватать. Учитывая то, что Мордор и Мордорские войска берут силы в основном.